Здравствуйте, уважаемые друзья, на связи Алексей Кузьмичев и в сегодняшнем видеоуроке мы с вами будем создавать очень интересную композицию со спортивным автомобилем. Для работы нам с вами понадобится несколько изображений, которые я приложу к данному видеоуроку, чтобы вы могли самостоятельно. Выполнить данный коллаж. И, собственно, давайте посмотрим на эти изображения. Первый вы сейчас видите у меня на экране. Это фотография гоночной трассы. Дальше у нас две текстурки дыма. И последняя фотография это изображение вот такой вот спортивной машины. Чтобы начать работу, давайте создадим новый документ. Размер у него будет 1900 на 1100 пикселей. В данном случае я его уже заранее создал. Вы можете это сделать через пункт файл, создать и ввести здесь ширину 1900, высоту 1000 пикселей. После этого нажимаете ОК и получаете точно такой же кадр. Ну и далее давайте поместим сначала нашу машину в композицию. Выбираем ее, нажимаем Ctrl-A, Ctrl-C на клавиатуре. И вставляем в наш документ, нажимаем Ctrl-V. Я хочу, чтобы у меня автомобиль ехал в другую сторону, поэтому давайте его отразим по горизонтали. Нажимаем комбинацию Ctrl-T на клавиатуре и выбираем пункт, щелкнув правой клавишей, отразить по горизонтали. Вот таким вот образом. И располагаем наш автомобиль вот примерно таким образом справа. Нажимаем клавишу Enter. И теперь перед тем, как мы будем добавлять наш новый фон, давайте начертим линии, по которым у нас будет ориентироваться горизонт. Как вы видите, у нас здесь на фотографии уже горизонт есть, и мы как раз по этим линиям будем ориентироваться. Создадим новый пустой слой, поместим его вниз под нашу машину и выберем обычную кисточку любого цвета, просто чтобы нам начертить линии направляющие. Давайте первую линию вот таким вот образом начертим. Она у нас будет идти вот так вот. И несколько линий здесь, чтобы так же можно было ориентироваться. Не обязательно здесь быть аккуратными, просто нам необходимо их начертить. Эти линии у нас с вами должны сойтись где-то там на горизонте. Вот таким образом. И теперь копируем наш трек, нажимаем Ctrl-A, Ctrl-C. И вставляем уже сюда, нажимаем Ctrl-V. Так, пока что изображение автомобиля можно отключить. И растягиваем наш трек до нужного нам размера. Примерно так. Зажатой клавишей Shift это делаем, чтобы пропорции у нас не искажались. Так, и сразу давайте поставим прозрачность где-нибудь 70% или даже 80%, чтобы просто нам было видно линии, по которым мы будем выставлять наш фон. Нажимаем комбинацию Ctrl-T опять и поворачиваем наше изображение вот таким вот образом, чтобы горизонт у нас шел по тем линиям, которые мы нарисовали. Вот примерно так. Начинаем теперь увеличивать изображение. Посмотрим еще немножечко поближе. Вот примерно так, я думаю, можно оставить. Нажимаем клавишу Enter. И возвращаем прозрачность на 100%. Включаем опять изображение нашего автомобиля. Чуть-чуть уменьшаем прозрачность, чтобы нам было лучше видно. Так. И если мы посмотрим, то мы чуть-чуть переборщили с углом. Давайте перейдем опять на нижнюю фотографию. Фотографию нашего фона. И чуть-чуть повернем изображение. Вот примерно так. Так будет смотреться по-естественнее. Нажимаем клавишу Enter опять. И у нас с вами еще возникла одна проблема. Как видите, у нас появился пустой угол, который нам с вами необходимо зарисовать. Сделаем это очень легко. Давайте перейдем опять на слой с нашим фоном. Приблизим наше изображение. Так. И просто возьмем инструмент Штамп. Зажимаем клавишу Alt, чтобы взять образец. И вот таким образом мы эти участки закрасим. Так. В принципе, здесь, наверное, можно было бы использовать и обычный белый цвет. Но на всякий случай пройдемся штампом, чтобы у нас вся эта структура выглядела однородной. Итак. Отлично. Теперь у нас есть фон и есть автомобиль на нем. Следующим шагом нам необходимо отделить наш автомобиль от старого фона. Сделаем мы это при помощи пера, либо любого другого удобного инструмента. Здесь уже все зависит от ваших предпочтений и от того, каким инструментом вам больше нравится работать. Я в данном случае буду выделять все пером. Аккуратненько приближаем наше изображение. Так. И начинаем выделять. Чтобы сэкономить время урока, я показывать весь процесс выделения не буду. А через некоторое время уже, когда все будет у меня закончено, вернусь к вам. Итак, друзья, я закончил выделение. Вот что у меня получилось, как вы видите. Единственное, я хочу немножечко поместить фон выше. Для этого давайте выберем фон и при помощи инструмента перемещения чуть-чуть его, вот таким вот образом, сдвинем вверх. И автомобиль я хочу немножечко наклонить. Переходим на верхний слой, нажимаем комбинацию Ctrl-T на клавиатуре и вот таким вот образом наклоняем нашу машину чуть-чуть влево. Вот примерно так. Нажимаем клавишу Enter. Можно даже еще немножечко поднять наш фон. Вот примерно так. И следующим шагом я буду добавлять тень под машину. Хочу я взять ее с оригинальной фотографии. Этот способ я уже вам не раз показывал. Сейчас еще раз мы его с вами сделаем. Давайте продублируем слой с автомобилем, нажимаем комбинацию Ctrl-J. Переходим на нижний слой. В режиме наложения ставим умножение. Маску пока что зальем белым цветом, чтобы нам можно было видеть результат. Так, выбираем маску, нажимаем Alt-Del. И обесцвечиваем этот слой, чтобы тень у нас приобрела естественный оттенок. Отлично. Как вы видите, у нас тень вписалась вполне естественно. Теперь нам необходимо ее оставить только в нужных нам местах. Поэтому давайте обратно зальем маску черным цветом. Выбираем маску. Заливаем ее черным цветом. И при помощи уже обычной кисточки с прозрачностью где-нибудь в 30%. Убедитесь, чтобы кисть у вас была обязательно мягкой. Так. И белый. И начинаем аккуратненько вот так вот возвращать тень под наш автомобиль. Таким образом это делаем. И немножко здесь. Отлично. Тень у нас вписалась вполне естественной. Следующим шагом я хочу добавить немножечко динамизма на нашу фотографию. Для этого я буду размывать задний план. Пока что вот эти два слоя, которые у нас относятся к автомобилю, объединим в отдельную группу. Выбираем их. Нажимаем Ctrl G. И эту группу пока что отключим. Чтобы нам было лучше видно фон. А фон мы будем размывать не полностью, а только вот этот вот забор, чтобы создать иллюзию движения. Поэтому давайте продублируем слой. Нажимаем Ctrl J. И переходим в пункт фильтр. Выбираем здесь размытие. Размытие в движении. И чтобы у нас размытие выглядело естественно, нам нужно примерно задать направление. По горизонту. Вот примерно так. Смещение ставим где-нибудь 70%. И нажимаем клавишу ОК. Теперь добавляем маску к этому слою. И заливаем ее черным цветом. Нажимаем Alt Del. Теперь выбираем кисточку белого цвета. Прозрачность в данном случае поставим на 100%. И начинаем вот эти вот области размывать. Также здесь. Как видите, получаем вот такую вот иллюзию движения на данном участке. Теперь можно включить обратно группу с автомобилем. И как видите, уже изображение стало более динамичным. Отлично. Также давайте сразу же подредактируем немножечко контраст. Для этого будем использовать корректирующий слой уровня, который создаем поверх слоя с размытием. И немножко таким вот образом добавим контраст сюда. Примерно так. Черный полузнок перетаскиваем ближе к центру. И закрываем данный корректирующий слой. Чтобы в дальнейшем нам с вами было проще тонировать наш снимок, немножко обесцветим его. Для этого переходим в пункт цветовой тон насыщенность. И понижаем насыщенность всей композиции примерно до минус 50%. Вот примерно так. Закрываем данный слой. И включаем теперь группу с машиной. Следующим этапом мы с вами будем создавать иллюзию вращения колес. Для этого мы воспользуемся очень интересным приемом. Давайте для начала приблизим чуть изображение. Выберем слой с нашим автомобилем. И теперь нам с вами необходимо выделить наше колесо. Берем любой удобный инструмент выделения. Я в данном случае буду использовать инструмент лассо. И вот таким вот образом просто выделяю область, которую нужно будет рассмыть. Не переживайте, если у вас выделение получается не особо аккуратным. Здесь это не столь важно. Примерно вот так вот выделили. Нажимаем комбинацию Ctrl J на клавиатуре, чтобы скопировать данный слой. Так. И теперь щелкаем правой клавишей по данному слою. И выбираем пункт преобразовать в смарт-объект. Сделали мы это для того, чтобы в дальнейшем нам было проще подредактировать параметры фильтра размытия, которые мы сейчас применим. А для этого переходим в пункт фильтр. Выбираем здесь размытие, радиальное размытие. Так. И размываем данный слой примерно на 10. Метод поставим кольцевой и качество наилучшее. Стараемся поставить точку центра примерно в том месте, где у нас находится колесо. Где-нибудь вот здесь вот на глаз. Нажимаем клавишу ОК. Вот у нас что получилось. Так. Можно немножко подредактировать данное размытие. Перетащим чуть-чуть центр вправо. Еще раз нажимаем ОК. И даже можно еще чуть-чуть, я думаю. Вот примерно так. Итак, вот что у нас сейчас получилось. Теперь добавляем к данному слою маску. Щелкаем сюда. И заливаем эту маску черным цветом. Нажимаем комбинацию Alt-Del на клавиатуре. И теперь при помощи обычной кисточки белого цвета поставим прозрачности и нажим на 100%. Закрашиваем центральную часть колеса, чтобы создать эффект размытия. Вот таким вот образом. И так же проходимся по резине. Чтобы так же у нас она выглядела размытой. Здесь можно немножечко эффект стереть. Давайте прозрачность чуть-чуть уменьшим. Вот эту вот область немножечко сотрем. Вот примерно так. И так же сотрем центральную часть. Вот здесь. Примерно так. Вот что у нас сейчас должно быть. Давайте посмотрим издалека. Как видите, колесо теперь выглядит размытым. И как будто бы оно находится в движении. Отлично. То же самое необходимо сделать и со вторым колесом. Переходим опять на слой с машиной. И убираем опять инструмент лассо. Выделяем вот так вот нужную нам область. Так. Копируем. Ctrl J нажимаем. И преобразуем в смарт-объект. Далее идем в пункт фильтр. Размытие. Радиальное размытие. Перемещаем точку центра. Примерно вот так вот влево. И пробуем нажать ОК. Посмотрим, что у нас получится. Так. Немножко мы с центром не угадали. Давайте попробуем переместить точку вот сюда. Можно еще чуть-чуть. Вот примерно так. Добавляем маску сюда. И заливаем эту маску черным цветом также. И при помощи кисточки белого цвета добавляем размытие. Вот таким вот простым образом. Вот что у нас должно сейчас быть. Как вы видите. Также я хочу немножечко подредактировать тень около переднего колеса. Давайте перейдем на слой с тенью. И аккуратно при помощи белой кисточки еще подрисуем вот здесь дополнительной тенью. Примерно так. Так. Отлично. Ну и теперь группу, которая у нас относится к машине, можно закрыть и дать название этой группе. Ну и так же напишем авто. Так. Следующим шагом я хочу немножечко подредактировать цветовой тон автомобиля. Для этого будем использовать корректирующий слой цветовой тон насыщенность. Зажимаем клавишу Alt и щелкаем на границу между слоями, чтобы применить данный корректирующий слой только к автомобилю. И понижаем насыщенность автомобиля где-то до минус 30. Вот примерно так. Чтобы в дальнейшем нам было проще тонировать наше изображение. Ну что ж. И теперь приступаем уже к следующей части нашей работы, где будем добавлять текстуры. Выбираем сначала вторую текстуру дыма. Нажимаем Ctrl A в Ctrl C, чтобы ее скопировать. И вставляем на самый верх, нажимаем Ctrl V. Растягиваем ее по всей ширине нашего изображения вот таким образом. Можно даже продублировать ее примерно так. И сдвинуть чуть-чуть вправо, чтобы за машиной у нас дым был погуще. Вот примерно так. И теперь берем уже первую текстурку. Также ее копируем. Ctrl A, Ctrl C. И вставляем сюда Ctrl V. Режим наложения ставим на экран. Отразим ее по горизонтали. Вот так. И располагаем ее около колеса. Так, чтобы она смотрелась у нас естественно. Продублируем. Давайте объединим вот эти два верхних слоя в один. Нажимаем Ctrl E. И также меняем режим наложения на экран. Добавляем маску и сотрем вот эту вот яркую границу, которая у нас стала заметна. При помощи черной кисточки с мягкими краями аккуратно стираем вот это место. Чтобы у нас не было видно ярких границ. Так, и теперь еще раз можно создать копию этого слоя. И расположить его где-нибудь уже вот здесь. Повернув немножко его вот таким образом. Примерно так. Нажимаем клавишу Enter. И также необходимо добавить дым к переднему колесу. Сделаем это также при помощи этого же слоя. Нажимаем Ctrl J, чтобы еще раз скопировать. И при помощи свободного трансформирования Ctrl T уменьшаем размер до нужного нам. Еще уменьшаем. Можно чуть-чуть сплюснуть его с краев. Вот таким вот образом. Так, ну и вот так вот можно расположить. Чуть-чуть даже можно его растянуть вниз. Вот примерно так. И так же вот здесь вот немножечко подотрем границу, чтобы ее не было заметно. В результате получаем вот такой вот реалистичный дым из-под колес. Давайте сразу же эти все слои объединив в группу. Выбираем их все. Нажимаем Ctrl G. И назовем эту группу дым. Ну и теперь мы можем переходить к финальному этапу тонирования. Но предварительно давайте немножечко подредактируем вот этот вот слой. Не очень он мне нравится. Я хочу стереть немножечко эффект заднего колеса. Выбираем кисть черного цвета и помазки. Вот отсюда мы эффект сотрем. Вот такие вот. Так. Вот примерно так. И так же добавим немножко динамизма сюда. Для этого создаем объединенную копию наших слоев. Shift, Ctrl, Alt, E нажимаем. И еще раз переходим в размытие, в движении. Добавляем размытие. Угол также поставим на 17. Смещение поставим на 20. Нажимаем ОК. Добавляем маску. Заливаем маску черным цветом. Так. И пройдемся по контурам нашего автомобиля. При помощи белой кисточки. Вот таким образом. Размываем контуры. Чтобы добавить такой вот эффект движения. Так же вот здесь проходимся. И размываем немного дым. Так же здесь. Вот примерно так можно оставить. Смотрим до и после. Как вы видите, что у нас изменилось. Ну и теперь мы наконец приступаем к финальному этапу. Это к тонированию. Первым делом давайте создадим корректирующий слой уровня. И немножечко настроим контраст. Чтобы у нас фотография не была такой блеклой. Перетаскиваем черный ползунок чуть-чуть вправо. Вот таким вот образом. И так же можно немножечко правый ползуночек сместить к центру. Чтобы у нас картинка была немного понасыщеннее. Вот примерно так. И после этого уже создаем дубликат всех наших слоев. Нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E на клавиатуре. И ставим режим наложения сюда мягкий свет. Прозрачность слоя поставим примерно на 50%. Так же чтобы у нас фотография была чуть-чуть более насыщенной. После этого создаем корректирующий слой яркость-контрастность. И повышаем немножечко яркость. Примерно до значения в 10 или 15%. Ну я думаю 15 будет здесь вполне достаточно. И теперь создаем корректирующий слой цвет. В данном случае мы будем использовать оранжевый цвет под номером FF631D. Вот такой вот цвет. Нажимаем ОК. Режим наложения для него поставим цветовой тон. И прозрачность уменьшаем примерно до 50%. Вот примерно так. Этот шаг нам нужен для того, чтобы убрать синеватый оттенок с фотографии. Как видите. Таким образом у нас картинка становится такой вот черно-белой больше. И далее создаем корректирующий слой карты градиента. Для карты градиента будем использовать цвета под номером 332B2F. Первый цвет. И второй цвет ставим. 9E 9C 81 Нажимаем ОК. Здесь также нажимаем ОК. Закрываем данный корректирующий слой. И режим наложения ставим также на мягкий свет. Ну и последний финальный шаг. Это у нас корректирующий слой вибрации. Создаем его. И увеличиваем насыщенность и вибрации примерно до 10. Вот примерно так. Закрываем данный слой. И теперь все слои, которые у нас относятся к тонированию, можно объединить в отдельную группу. Выбираем их все. Нажимаем Ctrl-G на клавиатуре. Так. И вот, как видите, что у нас получилось. Ну и самый последний, финальный штрих. Можно чуть-чуть усилить резкость на фотографии. Нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E. Чтобы создать объединенную копию наших слоев. И переходим в пункт фильтр. Усиление резкости. Контурная резкость. Так. Здесь эффект поставим на 100. Радиус. Я думаю, будет достаточно использовать 1,5. И вот так вот можно оставить. Можно даже чуть уменьшить радиус. Примерно до 1,2. Нажимаем ОК. И вот уже наш полностью готовый и финальный результат. На этом наш видеоурок можно завершить. Благодарю всех за внимание. И увидимся в следующих видеоуроках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...